Маленькая комната слева от главного входа. За стеклянной дверью на пяти квадратных метрах только часть вековой истории Омского цирка. Книга отзывов 73-го, старинные фото, газетные статьи и цирковой реквизит. На стене два экспоната. Разноцветная фуражка и пара клоунских ботинок 50-го года выпуска. Обувь бывшего клоуна Ивана Сургучева. В цирке не просто вырос, а родился, вспоминает Иван Олегович. Отец работал конюхом, а маленький Ваня, приходя на работу вместе с папой, наблюдал за артистами. Когда пришло время выбрать профессию, заявил – буду цирковым артистом. И вышел на манеж, чтобы дарить людям радость. Самое сложное в профессии клоуна – совсем не смешить зрителей, а носить необычную тяжелую обувь. Клоунские ботинки на пять, а то и на шесть размеров больше обычных. На самом деле, у простого человека сразу не получится. Обязательно или упадет, или споткнется. Их, значит, хотели так-то просверлить и к стене. Не вышло, сверло не взяло. Качество работы – made in СССР. Уступив дорогу молодым, Иван Сургучев расстался из пары необычных ботинок и передал их в музей. Теперь бывший клоун – главный уже не по настроению, а по безопасности. Работает инспектором манежа, следит за животными вместе с ветеринаром, проверяет оборудование, контролирует безопасность артистов. Одни из тех, кто попадает под пристальное внимание инспектора – династия Чугуновых – жонглеры-эквилибристы. Семья гастролирует по городам России почти в полном составе. Два брата, их жены, дети и внуки. История цирковой династии началась в 1969-м, рассказывает Александр. Отец Виктор Чугунов стал первым цирковым артистом в семье. Он пришел в детскую цирковую студию. Ему понравилось, так он остался, стал работать в цирке. Соответственно, появился. Велились мы с братом. Он сделал номер с нами. Потом стали появляться наши жены, дети. Самому маленькому представителю династии Чугуновых Георгию нет и двух лет. Гастролирует вместе с семьей с самого рождения. Переезды, смена климата, города, часовые пояса – это не просто работа. Это жизнь. Мы сами это выбрали, говорят родители Георгия. А мама Людмила с уверенностью заявляет. Сын стал цирковым артистом еще до рождения. Я вот, допустим, в Москве работала на седьмом месяце беременности. Я еще работала. Расшил его здесь пошире получается. Он в животе работал у мамы. В Международный день цирка цирковая семья получает награду и признание. Статуэтку и медаль от Фонда развития Омской области имени Манякина. Кроме Чугуновых есть еще несколько известных династий. Дрессировщики Запашный, Дуровы, иллюзионисты Кио. Многие выступали на Омском манеже, поэтому стали частью омской истории. Первый цирк в Омске появился в 1898 году на улице Партизанской. В деревянном доме и назывался театр купца Сичкарева. Через 10 лет актеры и артисты переехали в новое здание на Казачьей площади. И только в 1969-м началось строительство цирка на проспекте Карла Маркса. Я сегодня узнал, что было три здания у цирка. И я как историк, для меня это особенно интересно. Теперь я буду, проходя мимо этих мест, воссоздавать в своем воображении те здания, которые здесь находились. Для создания музея историю омского цирка пришлось собирать буквально по частям, говорит директор Елена Агафонова. Ценные бумаги мигрировали вместе с манежем с места на место. Настолько собирали тщательно, по крупицам информацию об истории омского цирка. И я рада, что мы докопались до истины. Мы обнаружили все места, где был действительно цирк. Мы все это собрали воедино. Вот мой заместитель работает здесь 40 лет. И он вот просто откуда-то вытащил какую-то свою коробку, в которой были такие экземпляры. Меня что поразило? Вот представляете, раньше слоны и все животные приезжали на вокзал. И оттуда они пешком сюда шли. Кроме исторического зала в Омском музее циркового искусства появятся еще две интерактивные комнаты. Гримёрка, где посетители смогут почувствовать себя артистами, наложить грим, рассмотреть, а возможно и примерить цирковые костюмы. И второе помещение побольше – трюковой зал. Здесь специалисты расскажут о том, почему булава летит так высоко и как артисты балансируют на моноциклах. Оборудовать интерактивные комнаты сотрудники цирка планируют к 12 июня, ко Дню России.